Приветствую вас, друзья. Меня зовут Сацулин Борис. Вы находитесь на видеоканале проекта СМТ «Научный подход». И сегодня я хочу продолжить разговор об аминокислотах, BCAA, которая активно используется спортсменами, и на данный момент является второй по популярности добавкой после протеина на рынке РФ. В одном из моих прошлых роликов я тезисно рассказывал о том, почему BCAA – не лучший выбор. Рекомендую ознакомиться. Однако тот выпуск был не слишком подробный. И сегодня для вас я подготовил самый, не побоюсь этого слова, крупномасштабный разбор исследований об эффективности аминокислот. Тренера, диетологи, специалисты, качая головой, рассказывают о могущественных эффектах этих добавок. Или они действительно верят в их эффективность, или они занимаются продажами этой продукции. В любом случае, сегодня вы узнаете, что же реальная наука и реальные факты говорят об эффективности этих добавок. BCAA используется разными людьми для разных целей. У бодибилдеров одна, у лёгкоатлетов другая. Кто-то пытается нарастить массу, а кто-то пытается сжечь как можно больше жира. BCAA, мол, помогают восстанавливаться, делают ваши мышцы огромными, мясистыми, и просто без них вы пропадёте, и вас съест катаболизм. Слышали такое? Я уверен, что слышали. Что же такое BCAA? BCAA – это разветвлённая цепь аминокислот. Названа она так из-за химической структуры, состоящей из трёх незаменимых аминокислот – лейцин, залицин и валин. BCAA – это одна из самых популярных добавок на рынке. И популярность BCAA отчасти достигается благодаря лейцину, который, по данным одного исследования, влияет на синтез белка через стимуляцию биохимического датчика – рапамицин киназа, цель которого – появление рапамицина в клетках. Торкиназа стимулирует выработку белков и жиров и гарантирует поступление в клетку достаточного количества энергии. В любом случае, синтез белка – это рост мышц, и лейцин с этим связан. Также была изучена роль BCAA во многих областях – работе иммунной системы, нервной системы, сохранении сухой мышечной массы, уменьшении повреждений мышечных волокон и обеспечении синтеза белка в мышцах. Звучит круто, не правда ли? А давайте мы дальше разберём, в чём загвоздка. Многие, к большому моему удивлению, даже не знают, что аминокислоты BCAA есть в белке, и что белок намного дешевле, чем BCAA в чистом виде. А разница в цене – до 4-х раз. И об этом я рассказывал в моём предыдущем ролике. В дополнение, цельные продукты имеют ряд преимуществ по сравнению с BCAA. И содержат не только аминокислоты, но и витамины, минералы. И намного более ценны для терапевтического питания. Я предоставляю таблицу с ценами с одного популярного английского сайта. Цены указаны в фунтах. Как мы видим, здесь есть разные источники белка – казеин, изолят и BCAA. И, как вы можете видеть, в пересчёте грамм на грамм за те же деньги при покупке протеина вы экономите в 2 раза. Но справедливости ради стоит заметить, что сывороточный протеин может содержать и углеводы, жиры, которых нет в BCAA, что иногда является важным для людей, которые сидят на диете. Но в итоге-то, если польза от BCAA первая, мы выяснили, что сывороточный протеин содержит BCAA, он дешевле – в 2, в 4 раза. Как отмечалось ранее, были проведены исследования о влиянии BCAA на композицию тела. Выявили положительное влияние на состав тела, был заметен прирост мышечной массы и потеря жира, поддержка иммунной системы, уменьшение повреждения мышечных волокон. Но если детально изучить все исследования, то их дизайн, то есть, как они были проведены, нарушает вообще все понятия о логике и о здравом смысле. Я для всех повторю, в этих исследованиях, где BCAA показала себя эффективным, пищевой белок был в дефиците. То есть, люди просто не доедали белка, а добавляли BCAA в свой рацион и восполняли этот дефицит. То есть, одна контрольная группа не ела достаточно белка, а другая ела дополнительно BCAA и имела нормальную норму. Все знают, что белок нужен для восстановления и роста мышечной ткани. А если бы вы ели в 2 раза меньше белка, чем положено, тогда приём BCAA, несомненно, бы вам был полезен. Но с той же пользой вы могли бы съесть ещё один кусок стейка. Вот и всё. О нормах потребления белка я рассказывал вот тут. Итак, вот трёхнедельное исследование Мурье, на которое ссылаются компании, которые продают BCAA. В нём изучалось влияние 52 г BCAA на композицию тела борцов. И, конечно же, у борцов было ограничение калорийности питания. В течение эксперимента борцы получали 28 калорий на килограмм массы тела в день и всего 20% белка. Если пересчитать, это приблизительно 80 г белка для 68-килограммового борца. Это почти в половину меньше того, что они должны были получать в дефиците калорий. Было обнаружено, что группа, которая получала дополнительно 52 г BCAA, естественно, сохранила сухую мышечную массу. Ну, и потеря жира, понятно, была по сравнению с контрольной группой. И всё это неудивительно. Чем жёстче диета, и всем это известно, тем больше теряются мышечные ткани, поэтому белок на таких гипокалорийных диетах нужно повышать. И BCAA это сделало в этом исследовании. Одни не доедали белка, а другие ели нормальные белка с помощью BCAA. Взяв 68-килограммового спортсмена, который вместо 80 г белка потреблял бы 170 или даже 200 г белка, тогда разницы бы, я уверяю, не было. Говоря о недостатке белка, неудивительно, что потребление большой дозы BCAA в течение тренировки положительно сказывается на построении мышц, чем тренировка без BCAA. Существует исследование, которое доказывает, что употребление BCAA ведёт к увеличению мышц и предотвращает разрушение мышечных волокон. Но остаётся неизученным вопрос, сохранится ли такой эффект при употреблении цельной пищи, понимаете, полноценного белка в нормальных объёмах. Во всех этих исследованиях людей помещают в условия дефицита белка и таким образом получают результат. А где же нормальные условия, когда соблюдается норма белка? Сывороточные протеины цельные продукты выходят намного дешевле, чем BCAA. А подавляющее большинство людей, которые хотят увеличить мышечную массу, они употребляют белок с превышением нормы – до 10 г белка на килограмм массы тела. Есть и такие отпетые ребята. BCAA – это всего 3 аминокислоты, а в полноценном белке этих аминокислот – 20. Насколько я знаю, нет ни одного исследования, которое подтверждает эффективность постоянного употребления BCAA на состав тела при силовых тренировках с уже нормальным потреблением белка. К справедливости стоит заметить, что есть исследование, которое близко к ответу на этот вопрос. В нём исследовали эффект от BCAA на композицию тела и силовые показатели спортсменов после 8 недель силовой программы тренировок. Было 36 физически развитых мужчин с опытом тренировок более двух лет. Участники были поделены на три группы. Первые получали 14 г BCAA, вторые – 28 г сывороточного протеина, а третьи – 28 г углеводов и спортивного напитка. И группа BCAA прибавила 4 кг мышечной массы за 8 недель, вторая группа прибавила 2, а третья – 1 кг. К тому же, группа BCAA потеряла 2% жира, вторая и третья группа – 1% жира за 8 недель. Ну, ещё там много улучшились показатели в жиме, в приседаниях по сравнению с группой, которые принимали белок. Это просто потрясающие результаты. Пора продавать BCAA. Белка, да, потребляли нормально спортсмены, и при более тщательном анализе понятно, что все эти результаты слишком хороши, чтобы быть правдой. Прибавка, извините, 4 кг сухой мышечной массы и потеря жира на 2% – это что-то из области фантастики, потому что речь идёт о спортсменах, которые не употребляют стероиды. Более того, известно, что новичок может прибавить 2 кг за 2 месяца при правильной тренировке и правильном питании, а результат в 4 кг за 2 месяца у опытных спортсменов – это просто сказки. И верно, выяснилось, что финансировали это исследование производители продукта Xtend, которые проверили его и финансировали эти исследования. И мои мысли подтверждает Аллан Арагорн, известный фитнес-профессионал за рубежом, который обсуждал эти исследования в февральском номере своего журнала. А что же в этом году? В 2016 году самое свежее специально для вас появилось ещё одно исследование, и не поверите, финансируемое тот же самый компанией, которая выпускает Xtend. И не поверите, Аллан Арагорн вновь раскритиковал их подкод, который является просто статистическим обманом, причём очень абсурдным. Исследователи говорят, что контрольная группа, которая не принимала БЦА, потеряла 2,3 кг массы тела. Из них 9,1 кг мышц. Логично, что остальное – это жировая ткань, то есть, контрольная группа потеряла почти 1,5 кг жира. Но исследователи сочли статистическими методами это статистически несущественно, то есть, 1,5 кг жира – это несущественно. Когда набор был, когда они набрали 0,9 кг мышечной ткани. Всё для того, чтобы сказать, что в группе, которая принимала БЦА, потеря, внимание, 50 г жира – это существенная потеря. То есть, 1,5 кг несущественно для одной группы, а для группы, которая принимала БЦА, 50 г жира – это существенная. Для наглядности, все эти исследования можно сравнить с Качковским мифом о неспособности организма потреблять более 30 г белка. И об этом у меня как раз здесь есть ролик тоже. Среди трёх аминокислот БЦА именно лейцин играет самую важную роль в синтезе белка в мышцах через стимуляцию, опять же, биохимического сенсора, известного как мишень рапамицина. А лейцин, потребляемый в количестве 2-3 г в день, ну, это приблизительно, максимально способствует синтезу белка в мышцах. Потребление лейцина сверх этой дозы не оказывает никаких стимулирующих эффектов на мышечный синтез белка. Ссылки, опять же, в описании к видео. Смотрите внимательнее. Подробная доза лейцина содержится в 25-37 г обычного белка, который вы можете получить из сывороточного протеина, яйца или мяса. То есть, друзья, для синтеза белка в мышцах будет достаточно 2-3 г лейцина в день. Именно лейцина – это один мясной стейк. Больше лейцины вам не нужно. Естественно, мы говорим о нормах, что вы должны нормально потреблять белка в целом. Но лейцина конкретно не нужно много, его достаточно 2-3 г. И не важно, насколько дробно у вас питание, важно общее количество потребляемых калорий и микроэлементов. О том, нужно ли спортсмену для роста мышц есть часто, я в скором времени сделаю ролик. Если это интересно, если он нужен, поддержите лайками, и эта тема с контейнерами наверняка вас утомила, и меня тоже. И вы хотите узнать, действительно ли дробное питание способствует именно росту мышц. Но на жиросжигание и на метаболизм дробное питание не влияет никак, и об этом у меня здесь есть ролик. Доктор Лейн Нортон был самым первым популяризатором понятия потребления аминокислот в свободной форме. Между приёмами пищи. И за последние годы многие другие зацепились за его концепцию и рекомендуют свои собственные методики. Методика основана на том, что между приёмами пищи мы принимаем лицин. И между тренировками, и во время тренировок, и до тренировок. Я всё жду, когда кто-нибудь порекомендует нюхать чистый лицин. А наверняка такие есть. В двух словах он выявил теорию, которая говорит о том, что BCAA быстро всасывается, поэтому быстро дают пик аминокислот в крови, и это правда, в отличие от обычного сывороточного белка, который медленно всасывается, и это правда. В теле человека есть мембранно-связанный рецептор, и на него влияет концентрация лицина, и это тоже правда. Теоретически приём аминокислот улучшает синтез, тормозя снижение синтеза белка, которое происходит в течение пары часов после первого приёма пищи. И поэтому Нортон советует употреблять BCAA между приёмами пищи, чтобы постоянно поддерживать вот этот синтез белка. Соответственно, мы лицином поддерживаем концентрацию в крови, имеем пик постоянно высокий и улучшаем тем самым анаболизм. Но Нортон известен как тот ещё мракобес. Но существуют ли какие-либо данные, которые подтверждают его теорию? А эта теория, основанная на теории. Существует два основных исследования, используемых для поддержки этой гипотезы. Первое – данные БОХЭ 2001 года. Второе – использованные Нортоном исследования Падна Джонсона для оправдания постоянного употребления BCAA между приёмами пищи. В этом испытании одна группа постоянно ела с интервалом 5 часов между приёмами пищи. А у другой группы был перекус между приёмами пищи в виде 30 г углеводов и 15 г незаменимых аминокислот. Нормальные люди обычно перекусывают вроде как колбасой. Но исследователи пошли дальше. Они обнаружили, что в группе, потребляющей такой необычный перекус, был отмечен больший анаболический отвлек – баланс азота, фракционный синтез мышечного белка, чем в контрольной группе. Это всё хорошо, но проблема, связанная с этим открытием, в том, что группа, которая принимала добавку, она потребляла на 45 г больше незаменимых аминокислот. А это аж эквивалентно 90 г сывороточного белка или примерно 20 г BCAA. И на 90 г больше углеводов, чем контрольная группа. То есть, по факту, одна группа ела мало белка, а другая ела много белка, больше белка и имела более высококалорийность за счёт углеводов. Вот вам вся и наука. И у нас ещё одна методика готова. Более того, поскольку общее потребление белка у экспериментальной группы составляло 109 г по сравнению с 64 г у контрольной группы, получается, что мы на самом деле сравнивали достаточное потребление белка с употреблением ниже рекомендуемой суточной нормы. Таким образом, абсолютно неудивительно, что достаточное потребление белка и углеводов дало большой анаболический отклик, чем дефицит. Так что употребление BCAA между приёмами пищи – эта методика основана на сомнительной теоретической базе. Так же, как приём BCAA перед тренировкой, после тренировки, во время тренировки и в любое другое время. Для доказательства, опять же, нужен эксперимент с достаточным потреблением белка среди тренированных людей. Но мы никогда не увидим эти данные. Вы сами, надеюсь, понимаете, почему. Учитывая, что BCAA – это аминокислоты, которые стимулируют синтез белка, может быть обоснованно использовать BCAA на диете, чтобы экономить калории по сравнению с источником цельного белка. Это может быть одно из объяснений трактовок тренера, который посмотрит этот ролик и скажет, что нет, это всё фигня. Другими словами, если вашей целью было получить 3 г лейцина за один приём пищи, то BCAA поможет, потому что для этого потребуется 25 г обычного белка, а BCAA можно принять минимальное количество. Но это ядерный бред. По такой логике, если бы нужно было всего лишь употребить достаточное количество лейцина для синтеза белка, то теоретически нам в день потребовалось всего 26 г BCAA, чтобы покрыть потребность в белке. Вот и всё. Тем не менее, нет никакого смысла принимать лейцин отдельно для стимуляции синтеза белка, если нет белка, если нет аминокислот, которые будут осуществлять этот процесс. Понимаете, о чём я говорю? То есть, в сущности будет происходить такое короткое замыкание. Синтез белка мы начинаем, а строительных элементов обычного белка у нас нет. Это, опять же, для тех, кто решается потреблять BCAA на диете, мол, чтобы получать только незаменимые аминокислоты. Употребляйте обычный протеин, не забивайте голову, это ерундой. В конце концов, у вас будет чувство большего насыщения от сыворотки, нежели от BCAA. И, опять же, на эффект насыщения от сывороточного протеина он подтверждён документально. Ссылки есть в описании к видео. Там статья, в самой статье все есть материалы. Важно отметить, что свойства аминокислот идут гораздо шире, чем спортивная сфера. Есть другие методы использования аминокислот. Однако для цели спорта BCAA – это неэффективная пустышка. И если вы от других слышали наверняка полезных свойств в BCAA-спорте, не отчаивайтесь. Они все придуманы продавцами. Я сделал обзор по основным исследованиям BCAA. Других, в общем-то, и нет. Суммируя всё вышесказанное, мы выяснили, что BCAA играет важную роль в синтезе белка. Так же, как и продукты, которые содержат BCAA. На первый взгляд, громкие рекламные заявления предлагают инструкции по применению BCAA, которые подтверждены научными исследованиями. Однако, если копнуть немного глубже, то выяснится, что все эти преимущества они высосаны из пальца, и их просто нет. Вклад BCAA в прирост мышечной массы крайне мал, если он вообще есть. А практика употребления BCAA между приёмами пищи – это гипотеза, основанная на гипотезе, что такие протоколы приёма BCAA на самом деле увеличивают период синтеза мышечного белка при более реалистичных условиях диеты. Польза BCAA незначительна, и она не стоит ваших затрат и усилий. Вместо этого я призываю вас не тратить деньги впустую, а правильно их инвестировать. Я имею в виду употреблять достаточное количество высококачественного белка, мяса, сыворточного белка, которое поможет добиться значительных успехов в зале. И если у вас возникают трудности с получением такого количества белка из обычной твёрдой пищи, выберите на свой вкус какой-нибудь протеин или изолят, чтобы компенсировать недостаток. Так вы не только сэкономите деньги, но и превзойдёте подавляющее большинство людей, которые используют BCAA. А ещё есть ребята, которые покупают BCAA, но не покупают протеин. И это ещё более абсурдно и тупо. Ну что ж, друзья, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал СМТ Научный подход. Ссылка есть в углу экрана. Также в описании к видео есть ссылка на наш сайт проекта СМТ Научный подход, где самые актуальные материалы, последние обзоры, последние научные исследования по теме питания, здоровья, добавок, тренировок – всё там. Заходите, мы будем всем очень рады. Также у нас есть форум, на котором вы можете найти единомышленников и самые популярные и волнующие вас вопросы разобрать. А ссылки на мою страничку ВКонтакте, на паблик ВКонтакте, на мой Инстаграм, на Твиттер, на другие социальные сети – все есть в описании к видео. Обязательно вступайте, везде дублируется информация. Подпишитесь на паблик, будете в курсе всей информации, что появляется и на сайте, и на канале. То же самое со всем остальным. Так что любой ресурс, который вам удобен. Добавляйтесь ко мне в друзья, я могу ответить на ваши вопросы, если вы мне напишите, но не обещаю. Очень большой поток сообщений. Ну что ж, друзья, поделитесь этим видео с вашими друзьями. И надеюсь, оно было полезно. Не тратьте деньги впустую. Спасибо и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.